Привет! Идея этого видео пришла мне в голову благодаря моему старому знакомому и земляку Антону Птушкину. Я думаю, ты его знаешь, как бывшего ведущего программы Орел и Решка. Ну а сейчас он ведет просто потрясающий блог в YouTube, поэтому если ты еще не подписан на него, я тебе рекомендую это сделать. В общем, где-то месяц назад он выложил видео про Ice Hotel в Швеции. Отель действительно крутой и офигенный, но и цена на него офигенная. И я подумал о том, что я смогу найти точно такой же отель в Украине, и не поверишь, он действительно существует в Буковеле, где, собственно, я и нахожусь. И цена на него намного дешевле, поэтому сегодня я проверю, что же он из себя представляет. Ну а пока ты можешь написать в комментариях, в каком самом необычном отеле ночевал ты. Я уже оплатил номер, в Ice Hotel вышло 3100 гривен, но заселиться в номер прямо сейчас я не могу. Потому что здесь, как и в других ледяных отелях, действует такая практика, что в дневное время он работает в режиме музея. Поэтому я приеду сюда ближе к вечеру, ну и ты увидишь все детали чуть позже. Я уже представляю, что меня ожидает далеко не самая теплая ночь в моей жизни, поэтому, как видишь, я утеплился и подготовился. И сейчас меня заберут на снегоходе, на персональном снегоходе, который подгонят специально для меня, чтобы забрать в Ice Hotel. Только осталось найти место, где меня будут забирать. Здравствуйте, мы немножко заблудились. Вы нас ждете? Да-да, я уже думал вас вызванивать. Машина просто зверь. Именно на ней отправлюсь сейчас я в самый холодный отель в моей жизни. Блин, долетели за пару минут. А еще утром поднимались сюда где-то полчаса. Да, снегоход это удобно. О, это вы делали? Ого. О, очень круто. С деревом, с каменом, коваль. И сколько ушло, чтобы сделать такое? На это близко трех суток, кажется, в месте, потому что я еще работаю барменом. Одной рукой разливали, другой делали отель. А вот эти вот стены, все потолки, они чем-то обработаются? Да, клейкое вещество, вода. Ого, я не думал, что он прям настолько большой. О, нет, как сейчас это. Сережа, почему ты выбрал женский образ? Это женский? Блин. Так лучше. Спальня. Ну, я так понимаю, все в эденском стиле. Вот тебе яблоко. И так как это номер романтической тематики, я догадываюсь, что здесь останавливаются периодически пары. И меня интересует вопрос, вот как они здесь занимаются сексом? Вот, вот здесь вот. Потому что, ну, как бы холодновато. Так, наступный номер тематика каменный век. Ну, может быть, я бы перевезли люди. Вот, посмотрите. Ооо, здесь со шкурами. А ой, мамонки, глядя. В принципе, шкури можно в будь-який номер перенести, так что... Більш буковельская тематика. Він мает интереснее освещение. Не знаю, мне он как-то больше нравится из этих трех. Можливо, через любовь до жовтого кольора. Это вот лого Буковеля. Цегоречное. А каждый год новое? Конечно. Потому что бренд просовывают и над брендом работают. Угу. Так. Ооо. Да, красивый номер. Да, и смотрите, прикол этого полностью здания это идеальная тишина. Если вслушаться, мы не слышим вообще ни единого звука, который идет извне. Да, действительно. Это лечение от урбаннойза. А какая вообще температура здесь? Ну, вот так, чтобы вот... Ну, сейчас после расширения арочных проходов, ну, где-то минус 4 есть. Минус 4. В номерах более тепло, потому что маленькое пространство... Ну, да, быстро дышишь, но и воздух нагревается. Если на улице было минус 25, ну, здесь минус 5 максимум. Ага. И так же днем это сооружение работает как обратный холодильник, потому что самое холодное место это внутри стен. Вот здесь более холодно, нежели здесь. Потому что стена сама себя питает холодом изнутри. Прям королевство. Меня очень настораживает вот эта штука. Это не трещина ли шла? Сережа, ты ничего не понимаешь в современном дизайне. И, между прочим, нам уже принесли спальнички. Такие себе прям путевые. Сережа, ты зря расстраивался. Посмотри, хорошие спальники. Глянь. Ну, да, спальники ничего. Но подштанники никогда не помешают, как говорила моя мама. Ой, здрасте. А можно у вас чайку попить? Единственное, что меня в данной ситуации немного расстраивает, отсутствие розеток. Как бы в номерах их нет. Я нашел одну в баре и воспользовался ей. Но, скажем так, это даже не самый большой минус. Самый большой минус, как по мне, это отсутствие интернета. Есть Wi-Fi в... Как называется это здание? В сфере. Ну, в общем, в кафе. Он добивает сюда, но не очень. Поэтому, опять-таки, позалипать в интернетике не всегда получится. Но здесь недалеко вышка. Поэтому 4G никто не отменял. Я тут 5 утра. Под утро стало действительно холодать. Ой, самое худшее, что я почувствовал себя, как когда-то давно в гостях у бабушки. Зимой, когда тебе нужно ночью, чтобы выйти в туалет, одеваться, собираться и идти на улицу. Это, конечно, не очень удобно. Вот такое тяжелое утро. Ой, фух. Блях, а проспали рассвет. Ну, что за фигня. Так хотел рассвет в горах. Так пригрелся. Мне так было хорошо. И сейчас тут хорошо. Что, честно сказать, не очень хочется. Одевать холодную куртку и выходить на улицу. Ну, а что делать? И сейчас смертельный номер. Ледяные тапки. Поехали. Айс Хотел я бы назвал отелем множество, но и компромиссов. Потому что, с одной стороны, есть множество минусов, с другой стороны, есть и свои плюсы. Итак, начнем по порядку. Конечно же, ты ночуешь в помещении с температурой минус 4. Но спальники очень теплые. Честно сказать, мне даже в какой-то момент стало жарко. И утром даже не хотелось вылазить из них. В номерах нет розеток, но ты можешь зарядиться либо в айсбаре, либо в кафе на улице. Здесь нет Wi-Fi. Точнее, он есть в сфере, но до сюда он не добивает. Зато отель расположен практически прямо над вышкой мобильной связи. И здесь, наверное, самый быстрый 4G, который вообще я видел в Карпатах. Туалет на улице. И тут сложно найти какой-то компромисс. Однако, сразу к плюсам можно отнести тот факт, что здесь очень тихо и умиротворяюще. Такой звукоизоляции я не видел ни в одном отеле. Здесь в номерах нет дверей. Но, по сути, тебе нет кого закрываться. Потому что в ближайший километр здесь никого нет. Мы зимой в горах. Здесь нет душа. И это для меня, наверное, один из самых главных минусов. Но в следующем году, как мне обещал Паша, планируется построить айс-душ и айс-сауну. И вот тогда действительно будет интересно приехать и посмотреть, что же из этого выйдет. И когда есть возможность попариться и отогреться, это, конечно, будет великолепная возможность. Которую я, допустим, не слышал вообще в других айс-хотелах. Это, наверное, не просто отель. Это, во-первых, арт-объект. И самое действительно необычное место. Вот подумай сам, когда у тебя появится возможность, по сути, переночевать в настоящем иглу. Покидаю Буковель с теплыми чувствами. Не жалею ни об одной потраченной гривне. Ну, а мы встретимся в следующих выпусках. Не забывай подписываться на канал и ставить лайки. Пока!